Можно найти окаменелых моллюсков. Вот, нашли еще один. Наглый второй части, да? Мы хотели выйти сегодня из Каббени пораньше, но вышли аж в полдевятого. Здесь уже гораздо теплее, несмотря на то, что найдет. До сих пор в пуховике. И мы идем сегодня в яблочную столицу Непала, в Марфу. Сброс высоты всего лишь 160 метров и пройти надо 16 километров. А, да. 15-й день трекинга, собственно. 17-й день в Непале. Почти как местный. Да, у меня местную жезарку здоровы. Да-да-да. И говорят, все доброе, хорошо. Кстати, Каббени оставил после впечатления очень сельскохозяйственной деревни. Очень много скота, полей, овощей. Молодцы. Вот сразу видно, люди работают. И даже вчера в Долбате были. Цветная капуста и посоль. Вот. Опять же, отара идет. Играет музыка. А эта река, которая берет начало возле Мухтинатха, называется Калигандаки, собственно и ущелье Калигандаки между Халагири и Анапургой. Прогуливаясь по берегу реки Калигандаки, если вам повезет, то можно найти окаменелых моллюсков, возраст которых несколько десятков миллионов лет. Мне вот повезло, я нашел маленький кусочек, можно найти гораздо больше, как в Калигандаки. Как? Ну и ладно. Да, хорошо, чтобы было больше. Вот, все здорово. Вот, нашли еще один. Только с больной здоровью брать с собой не хочется. Но отпечаток, вот эта моллюска есть на нем. Погода в этот день стояла отличная, и мы шли легко и непринужденно. Можно сказать, что мы прогуливались по самому глубокому ущелью в мире. Именно так, ведь ущелье реки Калигандаки разрезает Ямалайский хребет между двух восьмитысячников, Халагири и Анапургой. А сама река находится на высоте примерно 2500 метров над уровнем моря. Таким образом, глубина ущелья более 5,5 километров. На одном из участков путей тропа уходила вверх дороги. Но мы понадеялись на впереди идущую пару, которую приметили еще до перевала. И не стали сворачивать. Надя охарактеризовала их как очень позитивный европеец лет 30. И всегда очень замученная азиатка с такой прической, будто в гору он ее тащил за волосы. Из-за этих сусаниных пришлось идти траверсом по крутому и очень цепучему склону. С немалой вероятностью угодить в стремительные холодные воды к Калигандаки. Пару раз этого удалось избежать лишь чудом. Хотя мы и были достаточно осторожны. «Всех» Ближе к полудню, не спеша, прогулочным шагом, мы дошли до Джонсона, где находится аэропорт, где часть трекера закачивают свой маршрут и улетают в Поккору. А ты для тех, кто хочет спа. Продолжение следует... На участке от Джонсона до Марфы дул сильнейший ветер, к которому мы уже привыкли. Но помимо ветра здесь было еще очень пыльно. В совокупности это поражало пыльную пугу, которая все скрипела на зубах даже с надетым бафом. Также пыль норовила попасть в глаза, отчего приятнее идти явно не становилось. Продолжение следует... Вот мы только к трем часам доплелись до Марфы. В Марфе особо не выбирали. Обычно рекомендуют на входе Royal Snow Leopard. Но мы дошли к саму Марфу. Sunrise Guest House. Казалось вообще снаружи маленький. Зашли к вот внутренний дворик, шли-шли. Кстати, здесь уже круглок зеленой трава. Мы давно ее не видели. Такая просторная комната. Ну, свет понятно, розетки. А внутри... Нифига. Рак, туалет и душ. Душ от солнца, но как бы... А, нет, электрический, да? Вот. Очень неплохо. Стоимость 250 рублей. Как бы, ну, даже торговаться не стали. Нам вот неожиданно принесли приветственный напиток. Чай. Первый раз такое. Не знаю, насколько это бесплатно, кстати. Будем надеяться, что... Ну, так оно и есть, я думаю. Только что выяснилось, что вообще не для нас. А в другой номер должны были поднести. Ну, теперь что уж. Марфа – это прям вот очень классная деревушка с населением чуть более полутора тысячи человек, которую хочется назвать городком. Дословно, название Марфы переводится как «упорный труд» и «люди». Первое, что бросается в глаза – это очень чистые и уютные улицы с побеленными домиками и аккуратно выложенные камнями. Заселились мы и пошли, значит, гулять по Марфе. Очень интересный городок, по наш взгляд. Такой аутентичный. Видео. Ну. Смотри что-то. Видео, видео. Видео, помаши ручкой. Видео, видишь, как-то так. Тут гранилиются, пучек, мол, ходят хмуро. Пили за 200 рупий 2 килограмма яблок сорта «Джонсон», которые поставляются к столу королевы Великобритании. Конечно, можно было, наверное, подешевле торговать. Ну, вот 200 рупий за 2 килограмма, наверное, было. Это как до баунти 150 стоит. Да-да-да. Этот парень с вами уже, ну, полчаса, наверное, почти гуляет, ходит туда-сюда, конфеты выпрашивает. У нас, правда, закончились. Ну, от яблок не отказался, по крайней мере. Домой идет. Выпросил печенье. Наглый второй счастье, да? Да не ват. А вы что, там в карту, что ли, играете? Тетя, там карта в капюшоне. Тетя, там карта в капюшоне. Игорь Негода. Продолжение следует... Вот мы уже ужин почти полтора часа ждем. Через час нам привезли масало чайничек где-то на три чашки за 150 рупий. Яблочный сидор вкусный, 120 рупий стакан. А еще мы заказали долбат за 500 и стык яка с картошкой за 650. Практически на треть дешевле, чем бобмарли. Ждем. Еще два пирожка. Два пирожка яблочного. Сколько за 180? 170-190. Конечно, дешевле 200. 170, да. А чай, наверное, придется еще раз заказать. Хороший чай. Месяц, конечно. Огонь. Огонь прям. С огня буквально. Долбатик принесли. Тогда отдало все меньше и меньше. А посуды все больше и больше. Здорово, камрады. Мы в марте. День, хотелось бы сказать, 15 трекинга. Но уже не трекинга. Не, 15 был вчера. Да. 16-й. Смотри, это не трекинга. Мы думали-думали. У нас была возможность перенести наш рейс, который... Смотри, какой? Что-то вообще? 27-е? 28-е уже. 28-е. Я сейчас посмотрю. Сейчас, сейчас посмотрю. В общем, 29 ноября сегодня. Самолет у нас 4 декабря. У нас есть возможность перенести рейс на неделю. Ну, была мысль как бы сходить еще один трек в базовом лагере Анапурно. Это, если отсюда доехать до Гребани, еще где-то 6 дней туда-обратно. Ну, что-то подумали. Подустали как-то вот. И времени не останется, особо на Покору и на Катманду. И решили сегодня из Марфы ехать сразу в Покору. Рейс не переносить. Возможно, на денек попасть в Национальный парк Читван. После двух дней в Покоре. И... Ну, на полтора дня в Катманду перед вылетом. Только мы чуть поздно вышли сегодня. Время 8. И не уверены, что получится уехать в Покору. Так как, в основном, все автобусы уходят с утра. Сейчас дойдем до автобуса-остановки и посмотрим. Держи конфетку. Значит так, друзья. Билеты надо было покупать. Билеты надо было покупать заранее в Джонсоне, чтобы сесть в Марфе на автобус. Но, в итоге, мы... Ну, здесь на месте договорились. За 1000 рублей на автобусе... Вроде даже места нам вот достались. Дядя в Покору. 100... 130-140 километров, по-моему, по дороге. Не знаю, сколько будем ехать. В окошко посмотрим, что мы могли упустить. Я вижу, что на крышу лучше ехать. Да. Это примерно, как мы нашли бы тесачку. Это примерно, как мы нашли бы тесачку. Пусть он что-то там обещал. Я вас... Что? Ехать назад. За ним спустил. Слышно. Пусть он что-то там обещал. Ха-ха. Слава. рим полдень мы проехали только 36 километров еще ехать не меньше сотни точно в автобусе не менее пыльно чем снаружи вот ну вот это все пока мы едем в автобусе пыль прямо на руках везде трясет вещи ну такое отдельное приключение значит мы уехали после обильного пикстопа метр в десять проехали что-то с колесом весело на гумбрея а Продолжение следует... 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 Продолжение следует...